приветствую друзья на связи андрей жариков как вы знаете несколько дней назад диего мартин объявил о том что он не будет генеральным директором компании и это конечно вызвало определенное брожение бурление кто-то начал диего костерить всячески потому что он на протяжении всех последних месяцев по сути раздавал обещания а сейчас выясняется что он ничего выполнить не может на с другой стороны многие уже к диего привязались можно сказать к его слова моя семья там как как он всеми со всеми здоровался в своем чате да и собственно многие не против вступить в его новую компанию то есть с этой точки зрения диего выбрал наверное правильную стратегию но хочу для вас зачитать некоторые новости из английского чата который мне присылают вот это перевод с английского в одной из групп диего не имеет отношения к этой группе поскольку он не является официальным представителем компании и не имеет прямого контакта с ней именно поэтому мы не верили в его обещание поскольку он не работает в компании на встрече в гонконге уже было решено кто станет seo будущей млм компании номер один то есть вроде как утверждается что встреча в гонконге действительно имела место быть поэтому не переживайте компания делает свою работу и стартует до конца этого года и конечно она будет работать без диего мартина поскольку он только вводил всех заблуждения а сейчас он объявил о создании собственной компании и администраторы группы уже начали рассылать личные сообщения членам группы чтобы пригласить в новую группу диего где он будет продвигать свою компанию это перевод еще одного сообщения сразу скажу что автор сообщение на английском явно не носитель языка и английский у него так себе и в некоторых местах вообще трудно понять что он хотел сказать ну в общем я сделал перевод как понял гонконге состоялась встреча где обсуждался вопрос приобретения банка для обеспечения вывода средств и на этой встрече была совершена продажа компании китайским партнером ну возможно именно договоренность была достигнута продажи и кстати в чате по моему диего как раз это и подтвердил последних сообщений что сделка состоялась обсуждалось что в мадриде то ли состоялось то ли еще состоится встреча на которой обсуждалось продвижение инвестиционных продуктов вам ага все это происходило все это проходило в обстановке секретности чтобы избежать проблем со стороны конкурирующих банков банкам не хочется иметь конкурента который платит 4 процента в неделю своим клиентам они хотят продолжать контролировать финансовую сферу то есть ну возможно это ответ ответ на вопросы типа почему нет ни одной фотографии с этой загадочной встречи которая имела место быть да что типа вот это было все секретно чтобы банк чтобы банки их не прижали возможно именно поэтому сохраняется длительное молчание потому что компания действует тихо и эффективно то что в прошлом они много рассказывали о своих планах было ошибкой они старались быть прозрачными и поплатили за это сейчас они извлекли уроки и стараются действовать без лишней шумихи чтобы обеспечить более долгосрочный и стабильный доход спасибо всем кто проявляет терпение рано или поздно вы все будете вознаграждены поэтому нам нужно сохранять терпение и оставаться позитивными ну те кто ждет уже больше года терпение это не занимать главное что средства разморожены переведены в банк легально так что в конце концов мы сможем выводить свою прибыль надеемся что скоро все новости начнут публиковаться в нашем бэк офисе четыре компании которые мы имеем сейчас снова будут объединены в две компании как и раньше агам и квестра все клиенты у которых пакет пакет пакеты вагам закончились начнут работать снова в день запуска компании рестарт компании планируется на конец ноября 2018 года дьего мартин подтвердил что он не будет работать новой компании поскольку у него нет необходимых языковых навыков плохой английский к тому же не знает китайского да а новые хозяева китайцы как же они общаться то будут а нанять переводчика для многомиллиардной компании это конечно не судьба деньги всех клиентов будут разморожены и начнут выводиться в конце ноября 2018 года в одном из чатов проскакивала вот такая дата 21 ноября 18 года опять же не знаю откуда ее взяли на протяжении нескольких недель может быть установлен лимит на вывод чтобы не подорвать стабильность компании всю необходимую информацию мы будем получать через наш административный офис здесь немного не дописал эта информация не точная но возможно новым сио то есть генеральным директором будет директор из вьетнама который создал товарооборот более четырехсот миллионов долларов но нормальный такой директор как он там в нищем вьетнаме умудрился создать товарооборот в полмиллиарда это конечно надо умудриться он говорит на китайском и полностью контролирует бизнес а может быть он там китайцев подключил там миллиончик другой китайца подключил и нормально эта информация нуждается в уточнении то есть получается что диего подвинули у диего с английским проблема китайского тем более не знает а тут какой-то вот директор из вьетнама видимо язык у него подвешен и на вьетнамском и на китайском и в общем 400 миллионов долларов оборотик замутил последние новости основаны на реальных событиях кроме того не верьте лживым ну типа наверное имеется ввиду что вот то что мы пишем это ну правда помню как фильмах пишут до фильм основан на реальных событиях и повод кроме того не верьте лживым новостям которые распространяются на фальшивых сайтах и цель которых подорвать до доверие к компании также берегитесь сайтов цель которых получить данные партнеров чтобы украсть деньги из кабинетов когда вывод откроют не забывайте регулярно менять ваш пароль а вот мне забавно тот кто вот этот пишет ты кто вообще товарищ вот ты говоришь а не верьте лживым новостям а где гарантия что ты там тут лапшу очередную не вешаешь да про то что компания в конце ноября стартует то есть получается товарищ говорит не верьте всему что пишут в интернете да подпись владимир ильич ленин примерно из той же серии напоминаю что мы выиграли дело в суде который отклонил обвинение прокурора в том что мы являемся финансовой пирамидой прокурор проиграл суд что доказывает легальность нашей компании также прокурор не подал апелляцию не подал апелляцию потому что знает что его апелляция тоже была бы отклонена вот видите суд компания выиграла а выплаты никак начать не может да я буду информировать о дальнейшей ситуации но вскоре у нас должны появиться официальные новости в наших бэк-офисах ну да собственно как бы новостей не было год ну еще годик-другой можно подождать будьте готовы к возрождению квестер ворл поскольку уже скоро это должно произойти мы движемся вперед к новому старту есть конфиденциальные новости имеется ввиду что помимо вот этих новостей которые они озвучивают есть еще и конфиденциальные но мы делимся той информацией который можем поделиться ближайшие дни наш контакт даст нам больше информации мы уже скоро узнаем имя нового сего когда нам сообщили что банк будет из малайзии у сио было больше 300 встреч и бесед вот почему именно нам сообщат на следующей неделе первые изменения будут в октябре должно быть сообщение в бэк-офисе ну чё до конца октября осталось полторы недели посмотрим будут ли там какие-то сообщения еще хорошая новость в том что об акума в гонконге и компания активно ведет работу вот так а дега сказал что об акумов пропал он не пропал он в гонконге как у филатова полна девка слухи врут ждать стрельца напрасный труд он в каком-нибудь гонконге жрет какой-нибудь гриб фрут ну в общем вот ребята такая информация типа вывод будет в конце ноября восемнадцатого года а может быть даже двадцать первого ноября восемнадцатого года следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго